В 11 библиотеках округа два месяца подряд будут работать мини-видеостудии, где каждый желающий сможет прийти и записать видеоролик о своем герое войны. Одна из таких студий открылась в библиотеке поселка Развилка. Давайте посмотрим, как это происходит. Рассказать о своих героях войны в рамках подмосковной акции про героя в этот день в Развилковскую библиотеку пришли воспитанники Центра досуга Картино. Они вызвались сами, они хотели рассказать про своих прадедушек уже. Прошло время, когда дедушки были, уже прадедушки. Они маленькие, они с большим удовольствием, гордостью какой-то внутренней придумали все эти рассказы, немного порепетировали и вот пришли на съемку. Девочки регулярно участвуют в мероприятиях, посвященных Дню Победы, поэтому с радостью откликнулись на предложение записать ролик о своих героях войны. Таисия Юпина рассказала о своем прадедушке Иване Осиповиче Лебедеве. Был радист. Вместе со своими боевыми товарищами обеспечивал четкую и бесперебойную радиосвязь командования армии с фронту. Заведующая библиотекой Ольга Колыванова не только руководила процессом съемок, но и сама приняла участие в акции. Мой дед прошел всю войну, дошел до Берлина и вернулся с войны не в 45-м, а в 47-м, потому что помогал освобождать дружественную Польшу. На запись ролика дается одна минута. Чтобы уложиться в отведенное время, текст следует заранее подготовить и выучить. Сначала он должен представить своего героя год рождения. Если есть информация о том, где он воевал и в какой период, рассказать о подвиге. То есть не абстрактно рассказать, вот мой дед герой, потому что он воевал и у него много наград. Нет. Он должен именно рассказать о каком-то подвиге и в конце обязательно подчеркнуть, почему считает его героем. Лучшие ролики опубликуют на сайте прогероя РФ, будут транслировать на фасадах зданий и в парках Подмосковья. А также они станут частью мультимедийного мемориала, строящегося сейчас в музейном комплексе «Зоя» в подмосковном Петрищеве, который будет открыт к 9 мая. Все рассказы жители нашего муниципалитета смогут увидеть также на телеканалах ТВ «Развилка» и «Видное ТВ». Папарин Андрей Алексеевич родился в 1910 году. Был призван на войну 24 июня 1941 года. Чтобы принять участие в акции, необходимо выбрать ближайшую к вам библиотеку и записаться на определенное время. Не забудьте принести с собой фотографию своего героя войны. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ».